Итак, для того, чтобы понять сегодняшний день, для чего Иисус пришел на землю, для чего Он родился, и поэтому мы празднуем День Рождества, и для чего Он умер, и мы празднуем День Пасхи. Все эти процессы, чтобы понять лучше, мы должны посмотреть на историю, с чего все началось. Все началось с того, что Бог создал человека по своему образу и подобию. То есть, мы должны с вами понять, что человек отличается от всех окружающих творений Бога, чем не телом. Тело у нас как раз похоже, а вот тем, что Бог в это тело добавил, чем Он наполнил это тело. А чем же Он наполнил это тело? Он вдохнул в это тело свое дыхание жизни и стал человек душою живою. И вот это главное, что отличает человека от всех творений. И, естественно, Бог создавал человека с определенными целями и задачами. Об этих целях и задачах я очень много и подробно рассказывал в предыдущих проповедях, поэтому сегодня мы не будем останавливаться на этом. Но у него были определенные очень серьезные цели и задачи. И, к сожалению, человек не послушался Бога, он проявил непослушание, и отсюда все началось. Что произошло? Бог посадил посреди рая два дерева. Дерево жизни и дерево смерти. Хотя Бог не называл это дерево смерти, но Он предупредил. Если вы съедите с этого дерева, то вы смертью умрете. Следовательно, это дерево смерти. И вот Он сказал, ешьте с любого дерева в саду, но с дерева познания добра и зла, с него не ешьте, потому что в тот же день, когда вы съедите, смертью умрете. И у человека был выбор послушаться Бога, но человек, к сожалению, его не послушался, а тут прибежал хвостатый и сказал, ничего не будет, все будет хорошо, слушайте меня, ешьте, и тогда откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И, соответственно, человек, вот смотрите, это очень важный момент. Человек должен был находиться в послушании у Бога. Это были планы, цели и задачи Божьи. С этой целью он и создал человека. Чтобы человек, да, наделенный огромным количеством прав, в то же время нес определенные обязанности. Он должен был быть руководителем всего того, что Бог создал. Он должен был быть владыкой над всею землей, над всем творением. Владычествовать должен был. Но для этого человек должен был, в очень важный момент, проявлять послушание. То есть Бог ждал послушания от человека, потому что если человек проявляет непослушание в этом вопросе, он очень легко этот мир разрушает. То есть то, для чего Бог создал и окружающий мир, и человека, будет разрушено руками самого человека. И вот поэтому были два дерева. Дерево жизни и дерево смерти. С дерева жизни, если бы человек ел, он бы жил вечно. А если он съедает с дерева смерти, он умирает. И что делает человек? Человек ест с дерева смерти. И становится смертным. И вот Бог вынужден его изгнать из рая. Прекрасное место. Идеальное просто для жизни. Полный комфорт, счастье, радость. И Бог его вынужден изгнать из этого места замечательного, потому что в таком случае человек может съесть еще и от дерева жизни. И в этом состоянии, греховном падении, он тогда бы жил вечно. И вот чтобы этого не произошло, Бог изгоняет его из рая. И человек попадает на землю, которая проклята за человека, которая произращивает волчцы, которая тернии произращивает, всякие проблемы там возникают у человека. С какой целью? Естественно, не для того, чтобы уничтожить человека, хотя Бог сказал, смертью умрете. Каждый человек отдельный стал смертен, но человечество продолжало жить. И вот он дал ему шанс, человеку. Делайте так, как я вам говорю, слушайтесь меня, и тогда все будет хорошо. Но что делает человечество? Оно, влекомое уже грехом, который проник в него в момент поедания с дерева смерти, с дерева познания добра и зла, человек начинает совершать грехи, которые все более и более разделяют. И вот в такой степени, что уже невозможно было из этих людей что-нибудь путное вырастить. И тогда Бог, смотрите, важный момент, Бог-творец, Бог-создатель, Бог на самом деле любящий, чудесный, удивительный, вынужден, вынужден уничтожить абсолютно всех людей, которые к тому моменту уже жили на земле, за исключением одной единственной семьи Ноя. И он уничтожает. То есть мы должны понимать, что с Богом шутки плохи, с ним не надо заигрывать. Если он что-то говорит, то мы должны это исполнять. Если мы этого не будем исполнять, то Бог вынужден будет, несмотря на всю свою милость и доброту, нас отсеять, нас отделить. Почему? Не потому, что у него характер такой, не потому, что он желает нам зла. Но просто человек так создан. Как создан человек? Человек создан таким образом, что он не может жить без Бога. Бог вдыхает в эту частицу земли, вдыхает себя, вдыхает свое дыхание жизни. И если человек с этим дыханием жизни находится, то он живет вечно. Если он отделяется своим непослушанием, убегает от Бога, то вот эта связь между Богом и человеком теряется, и это неизбежная смерть. Это смерть неизбежная в результате отделения человека от Бога. Причем отделяет его не Бог, отделяет его человек. И вот с момента, когда человек принимает решение отделиться от Бога и слушать не Бога, а сатану, врага Бога, с этого момента начинается как бы увядание, начинается смерть человека. И она в конце концов заканчивается каким-нибудь событием. Либо он просто умирает от старости, либо какие-то войны, либо какие-то проблемы. Но он в любом случае умирает. И вот Бог пытается все-таки вернуть вот это прекрасное состояние человека через семью Ноя. Он выбрал человека самого послушного, который в течение 120 лет строил этот ковчег, когда вокруг все не признавали это, считали, что это глупость, смеялись над ним. Хотя он говорил, это слово от Бога. Поэтому, пожалуйста, можете присоединиться ко мне. На всех места хватит. Но к нему не присоединилась ни одна семья. И вошли в этот ковчег только потому, эти люди, его семья, потому что он был глава семьи. И он им сказал, входите. И они его послушались. Они послушались своего отца. И поэтому трое сыновей с своими женами и его жена вошли в этот ковчег. Итого, получается, у нас восемь человек. Вот восемь человек спаслись. Можно начать с нуля. Можно начать с новой страницы. Но сразу мы видим, что опять непослушание, опять хам начинает вести себя неправильно. Возникает немрод. Они начинают строить города. В общем, выполнять не то, что просил их Бог. И опять человечество начинает падать. Падать в этом грехе. И тогда из всех опять Бог выбирает Авраама и его семью. И говорит, вот из этого человека теперь я буду взращивать послушного, замечательного, классного человека. И действительно, Авраам проявил себя как очень послушный человек. И Исаак его тоже сын был очень послушным человеком. Обратите внимание, что когда человек проявляет вот это послушание, слушается Бога и находится с Богом в теснейшей взаимосвязи, Бог благословляет этого человека. Приходит благословение в его жизнь. И Ной был благословен, и Авраам был благословен, и Исаак был благословен. Уже Иаков проявил некоторое неповиновение и непослушание, и неверие Богу. И за это у него уже начались какие-то проблемы. Иосиф проявил полное послушание, и Господь его колоссально благословил. Но в дальнейшем мы видим, что люди предпочитали не иметь этих тесных связей в взаимоотношении с Богом. Вот все люди, которые получали благословение, они имели взаимоотношение с Богом. Имели взаимоотношение с Богом, они слушались Бога, и поэтому Бог их активно благословлял. И вот в дальнейшем мы видим, что Бог призывает Моисея, который старается преломить эту тенденцию человека к отпаду от Бога. Он выводит их из Египта, из рабства, он дает им очень многое. Но вот эта борьба, постоянная борьба с Богом приводит к тому, что все-таки человечество падает, падает, падает. И даже народ избранный Богом, который Бог все время воспитывал, посылал к нему и пророков, и замечательных людей, таких как Давид, тем не менее привели к тому, что мораль падала. И взаимоотношения с Богом также уменьшались, 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 уменьшались. И что делает Бог? Он вынужден тогда пойти на крайнюю меру, когда уже было абсолютное падение человечества и язычников, и Божьего народа. В чем был грех прежде всего Божьего народа? Они пытались смешать веру в Бога с язычеством. Вот эти вещи недопустимы. Бог говорит, либо вы слушаете меня, и тогда я вас благословляю, тогда вы действительно мои дети, тогда я вас поддерживаю, я вас укрепляю, у нас единство, и у вас, в конце концов, жизнь вечная. Либо вы слушаете сатану, но и того, и другого невозможно. Либо верующие в Бога, либо сторонники сатаны. Все. Другого не дано. Но люди все время пытались совместить. Они хотели получить и от Бога, и от сатаны. И за это приходили в их жизнь проблемы и разрушения. И вот, в конце концов, Бог дает еще один шанс, колоссальный шанс своему народу прежде всего. Он посылает свой народ Иисуса Христа. То есть, Бог принимает человеческое тело, вот эту оболочку, чтобы стать примером для окружающих людей. Прежде всего, для его собственного народа. Чтобы вдохнуть новую жизнь. Он приходит, он дает им новые учения. Он показывает им благословение. Он показывает им, что ему дана колоссальная власть. Вот та власть, которая когда-то была дана человеку, и которую он добровольно отдал сатане. Вот она есть в руках Иисуса Христа. Посмотрите, он исцеляет. Он изгоняет бесов. Он кормит. Через него все благословения Божьи, сила, власть, все через него может прийти в жизнь человека. И люди это видят. Вот вся жизнь Иисуса Христа, она яркий показатель того, что человек может иметь. Люди это видят, но выбирают тем не менее сатану, а Бога Иисуса предпочитают распять. Почему? Ведь с точки зрения логики это в конце концов даже невыгодно вот так поступать. Гораздо выгоднее быть с Богом, с Иисусом Христом, гораздо выгоднее наслаждаться всеми богатствами, которые дает Господь. Почему нет? Потому что человек не хочет быть послушным. Потому что человек говорит, а с каких это пор я должен кого-то слушаться. Человек вот с самого первого дня будете как Боги хочет быть Богом. А Бог кто такой Бог в понимании человека это тот, кто сам принимает решения и сам обладает властью и короче он ни от кого не зависит. Человек не хочет зависеть от Бога. Причем что самое смешное он зависит от человека с удовольствием, он зависит от сатаны с удовольствием, а вот от Бога он не хочет зависеть. И вот это борьба Бога с человеком, постоянная борьба Бога с человеком, приводит к сожалению к тому, что человек теряет все, вплоть до своей собственной жизни. и вот радикальный выбор римляне готовы отпустить Иисуса Христа и Понтий Пилат говорит вот смотрите я имею право отпустить одного из двух людей. Вот вораба это жуткий преступник, это вообще негодяй и подлец, которого свет не видывал. И Иисус Христос чистый, благородный, чудесный такой человек, который вас и кормил, и поил, и еще который называл себя Богом. И ничего в этом страшного нет. С нашей точки зрения римлян у нас император Бог, поэтому почему бы не быть Иисусом Христу Богом? Я не вижу никаких проблем в этом. Кого убить? Иисуса или вораву? И они говорят все убейте Иисуса Христа. Он говорит ну кровь будет на вас, я вот руки умываю. Они говорят ничего, кровь будет на нас и на наших детях. Пусть будет кровь его на нас и на наших детях. Он говорит ну все я умываю руки и убивают Иисуса Христа. Убивают Иисуса Христа, но к счастью Иисус передал часть силы свое учение своим ученикам. Убивают его, но остаются его ученики. Иисус говорит своим ученикам смотрите, если вы все-таки будете продолжать мое дело, если вы будете мое учение разносить повсюду, то я наделю вас силой, я дам вам силу, но чем более послушны вы будете, чем больше я буду вам доверять, тем больше у вас будет силы, а если вы будете непослушны, то я не могу вам давать эту силу, потому что вы этой силой разрушите просто землю. Но тем не менее, вот такие-то вещи я вам даю, и вы будете творить больше чудес, чем я это делал здесь на земле. И действительно его ученики начинают творить чудеса. Опять-таки по их молитвам исцеляются люди, даже воскресают люди, приходят благословения, в общем, они делают чудеса. Создаются через некоторое время христианские государства. И первым христианским таким большим государством Рим создается в 313 году. И что самое интересное, император Константин принимает христианство, становится первым государем христианским, но не крестится. До самого последнего своего дня он не крестится. Почему? Ну, он не хотел отказываться от своего греховного образа жизни. И говорит, я крещусь, значит, в момент крещения с меня стимут все грехи, а тут я опять нагрешу. Поэтому, чтобы и потом не нагрешить, чтобы попасть точно в Царствие Небесное, вот, давай уже перед самой смертью я приму крещение, и тогда чистый, а сейчас пока не хочу отказываться. И какова судьба вот этого государства, первого христианского государства? Какая? Оно было уничтожено точно так же, как было уничтожено еврейское государство. Почему? Потому, что очень здорово, очень благополучно было смешано христианство с язычеством. Раньше это было государство языческое, пришел Иисус Христос, принесли учение Иисуса Христа, пришла масса христиан, и давайте, чтобы и нашим, и вашим, и чтобы язычники не очень убежались, и все было у них хорошо, и чтобы христиане были довольны. Язычество и христианство, вот в чем причина разрушения первого христианского государства. Второе, мощное христианское государство это Византия. Что произошло с Византией? Исчезло с лица земли, так же, как и Иудея, так же, как и Рим, византийского государства сегодня не существует. Почему то же самое, та же самая болезнь смешивают язычество с христианством? Итог разрушения этого государства. И вот возникает множество государств христианских, особенно на территории Европы. Чуть ли не все государства становятся христианскими. Но стали они лучше? И была ли их жизнь такая благословенная? Нет. Постоянные войны, инквизиция, совершенно жуткие дела творил и Папа Римский, и другие служители церкви. И в результате постоянные кошмары, постоянно войны и исчезновение множества государств. Те, которые были христианские государства, они далеко не процветали. У них постоянно были проблемы. Вспомните жуткую чуму, жуткие болезни, жуткие войны. Почему Бог не благословляет их? Потому что та же самая болезнь, они смешивают христианство с язычеством, которое традиционно было на этих землях. И вот все это продолжается. В конце концов пришло христианство и на Русь. Ура! Мы стали христианским государством. Можем ли мы сказать, что наше государство стало процветающим? Да, оно стало большим в конце концов. Но можем ли мы сказать, что оно было радостным, счастливым, что на нем были райские кущи, молоко и мед, и все было идеально? Нет! У нас постоянно были войны, расколы, уничтожения, страшные времена, рабство в виде крепостного права. Люди просто издевались друг над другом. Почему? То же самое пришло христианство, но оно не уничтожило язычество. И люди одновременно поклонялись и Богу, и Мамоне, и иным богам. И вот мы дожили до наших времен. Мы дожили до времен 20 век, уже пик. Бог в конце концов говорит, это невозможно терпеть. Ребята, это невозможно терпеть. Церковь превратилась в какой-то клоаку. атеисты в основном среди вот этих священников. Ужас, что творится на этой земле. И что он предпринимает, какое решение? Он уничтожает христианство в нашей стране. Приходят коммунисты, которые говорят, что христианство это опыль для народа, и начинают уничтожать, рушить церкви, превращать их в склады, в танцплощадки, уничтожать священников, уничтожать верующих людей. Концлагеря огромные, переполненные христианами. Фух, к 80-му году христианство в России было почти уничтожено. Там ноль-ноль какие-то процента старичков и старушек были еще верующими людьми. Ну, баптисты там маленькая группа, пятидесятники. Очень маленькая группа людей в России остаток Бог сохранил. Но основная масса верующих людей уничтожена была, и все люди были атеистами. И вот Бог дает следующий шанс для России. Конец 80-х годов, 88-й год, тысячелетие крещения Руси. И вдруг происходит чудо. Чудо. Все преследования на церковь прекращаются. все церкви становятся легальными. Пожалуйста, открываются все храмы. Дается свобода, зеленый свет всем динаминациям. Говорите о Боге, проповедуйте. Это кто сделал? Конечно, это сделал Бог. Это не сделало умное, хорошее правительство. Горбачев был вообще-то атеистом. Но Бог совершил невозможное. Он снова дал шанс для нашей страны. И мы видим, что вначале произошло чудо, и народ хлынул в церкви. Но он походил в эти церкви и сказал, интереснее все-таки с мамоной. Вот интереснее, лучше зарабатывать деньги. И все бросились в бизнес, все стали зарабатывать деньги. церковь, да, мы все христиане. Вот сейчас кого не спроси, ну, уже чуть ли не 90% скажут, что они христиане. Но это христиане формальные опять. Формальные. И на самом деле это опять смесь христианства с язычеством. Если вы внимательно поспрашиваете людей в нашей стране, во что они верят, вы увидите, что это смесь опять та страшная взрывоопасная смесь язычества с христианством. Чем это все кончится? Не знаем. Чем это кончилось для других государств? Уничтожением. Уничтожением. Я вам напомню, крупнейшие державы, крупнейшие страны были уничтожены в результате вот этой взрывоопасной смеси. Все эти годы на земле были непрерывные войны, страшные войны, крестовые походы, которые объявляли так называемые христиане и язычники, уничтожение миллионов людей. Что произойдет с нашей страной? Иисус Христос, когда Он пришел, первое, что Он сказал, первое, покайтесь, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И вот сегодня Иисус снова говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Если покаяния не будет, будет разрушение и будет смерть. Я не думаю, что наша страна чем-то лучше и более выдающейся, и Бог скажет, ну ладно, пусть они продолжают заниматься своим язычеством, пусть они и мне поклоняются, и все вот эти мамони продолжают поклоняться, всем этим ужасом продолжают поклоняться. Ладно, оставим их, сделаем маленькое исключение. Я боюсь, что этого исключения не будет, если не будет покаяния в нашей стране, если весь народ не покается. Вспомним другой пример, Неневию. Жуткий языческий народ пришел Иона и сказал, если не покаетесь, будете разрушены. Что делает народ Неневии во главе с царем? Кается. Кается, и что в результате? Бог говорит, ну, не буду их уничтожать, не буду их разрушать, жалко мне этих людей, они покаялись. И что в результате? Разрушение не произошло. И народ Неневии еще сто лет жил, пока снова не нагрешил так, что в конце концов все-таки был уничтожен и разрушен. То есть вот это единственное для нас лекарство, которое может нас спасти. И если лекарство это не будет применено, то невозможно дать никаких гарантий, к сожалению, нашему будущему. Итак, Иисус пришел, Он отдал свою жизнь. Мы помним, что в саду Эдемском были два дерева. Дерево познания добра и зла, дерево смерти, но и было дерево жизни. И вот пришел Иисус и говорит, ешьте плоть мою и пейте кровь мою и будете жить вечно. То есть, Он говорит, я дерево жизни пришел к вам, примите меня, отвергните всякое язычество, отвергните вот эти все остальные деревья, придите в послушание, смиритесь перед Богом, ешьте с дерева жизни и будете иметь жизнь вечную. Он дает нам этот шанс, дает до сих пор, мы с вами живы, до сих пор мы с вами не уничтожены. У нас, пока мы живы, есть этот шанс. И чем больше будет на земле таких людей, которые примут это решение, примут Иисуса Христа, тем больше шанс, что наш мир не будет уничтожен. В свое время, когда Бог разговаривал с Авраамом, и он сказал ему, я иду уничтожать Содом и Гоморрой, и Авраам говорит, слушай, а если там будет вот такое-то, такое-то количество праведников, ну, пятьдесят, ну, там, сорок, десять праведников всего, на два огромных города, Бог говорит, не уничтожи, если будет там десять праведников. И там не нашлось даже десяти праведников, и два колоссальных государства города были уничтожены. С Богом не надо играть в бирюльки, не надо рассчитывать, что минует, пронесет, и так далее. Не проносило все это время. Иисус пришел совершенно не случайно, он дает нам последний шанс. Евреи его не послушали, и через сорок лет было уничтожено государство израильское. Жутким образом было уничтожено все государство израильское. Почему мы думаем, что нас Бог обязательно помилует? Поэтому сегодня у нас замечательный праздник. Иисус воскрес. Но он должен реально воскреснуть в нашей жизни. Мы должны его принять, мы должны покаяться, мы должны принять его в своей жизни, и чтобы царствие внутри нас это Бог сотворил. И если будут такие люди, послушные и имеющие Иисуса в себе, и уже не я живу, но Иисус во мне, то Бог помилует нас, помилует нашу страну. И если это будет много таких людей во всем мире, помилует весь мир. Давайте будем об этом молиться, и давайте будем каяться, и давайте будем принимать его тело, его кровь, доколе он не придет. Вам всем огромных благословений. Давайте прославим нашего Господа. Господа.